Я не боюсь, что меня задерживают в полиции или чего, а молодые боятся. Но мне-то уже под сто лет, что мне боятся-то. Заявление о преступлении. Уважаемый гражданин. Заявление зарегистрируем ваше. Вы говорили, что вы его не задерживаете. Полиция подойдет? Подойдете к полиции? Да. Не, не ставите с этой стороны. Нашего дедушку за плакат хотят отвезти в центральный отдел полиции. Сейчас я буду звонить в ОВДНК, вызвать его плакат. Забуду, что он развернул плакат. У нас по Конституции Российская Федерация правовое и демократическое государство. Конституция есть, но неплохая Конституция. Она абсолютно не выполняется. Создали регион, полицейский регион. Владимир Владимирович, откуда вы в себе силы находите вот этим всем заниматься? Скажите, пожалуйста. Это мой долг. Я считаю долг гражданину России. Великой России. Я, значит, этим вопросом занимался, наверное, лет 8 и занимаюсь. А вот это мое письмо. Это я писал прокурору и губернатору. Сейчас нам пенсию принесли. Вы пока читайте. Вот это. Это я написал. Отлично. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, здравствуйте. Это отдел полиции номер один. Сегодня был задержан ветеран Великой Отечественной войны Степанов Владимир Владимирович, который пришел на площадь Ленина вот с этим плакатом. Он ходит с ним неоднократно, потому что он хочет добиться правды и справедливости. Неоднократные обращения, письменные обращения, правоохранительные и властные структуры губернаторам. Три письма прокурору Хорошавину. Меры никакие. Я пришел с заявлением, по сути, плакат. Написал на плакат, чтобы меня специально задержали. Может, меры какие-то примут. Потому что это плакат, это заявление о преступлении, которое творят здесь новосибирские правители. В СМИ написали, что с вами провели воспитательную беседу. Что с вами обсуждали, когда вас задержали? А кто это написал? А так несколько сразу изданий написали. Что они могут воспитательно провести? Здесь сидит дедушка на лавке, и у него в сумке свернутый плакат. А нас со всех сторон окружают сотрудники Центра Э и полиции. И смотрят, чтобы этот ветеран, не дай бог, дедушке под 100 лет, не развернул плакат и не начал здесь агитировать по своей теме. Хотя там не антивоенный плакат. Именно то, о чем он рассказывал. По воровству квартир. По созданию незаконного фонда квартир, который распределялся между силовиками. Ничего нельзя. Он каждую субботу выходит сюда с протестом, выходит на каждый митинг, на каждую акцию протеста, несмотря на свои годы. Вы таким образом хотите людям подать пример? То, что нужно не бояться отстаивать свои права? Ну, я, да, в какой-то мере я прихожу. Если там раньше были митинги, я на митингах регулярно выступал. Выступал после 24 февраля с протестом. То, что творится. То есть вы не поддерживаете специальную военную операцию? Ну, какая-то операция. Если 11 миллионов беженцев рыскает, бегает с детьми, все бросили, хозяйство в квартиру бросили и прячется по Европе с детьми. Ну, какая это? Это все ясно. То есть вы не верите в то, что говорят по телевизору про 11-й? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Никогда мы не думали, что так будет в нашей стране. Страна победителей фашизма, вероломное нападение на дружественную страну, славянская страна. И сейчас происходят там страшные события. 24 февраля этого года армия перешла границу по Вратимской республике в Украине и с тех пор начались военные действия. Я поэтому два раза выступал по интернету, но потом не стал. А почему не стали? Ну, наверное, добрали бы на меня. Два раза пропустили, что? Столетний, да, ветеран. Ума нет у него. Да, ладно, рукой махнули, но на третий раз-то могли уже не махнуть. Правильно? А вот скажите, официальная позиция власти, то, что большинство россиян поддерживает спецоперацию, как вы думаете, это правда или нет? Ну, я считаю, старшие поколения-то, наверное, поддерживают, но если которые еще моего возраста, но малых осталось моего возраста, ну, из них большинство поддерживают. А почему? А? А почему? Пропаганда все делает, да. Я украинка по национальности и знаю украинский язык хорошо. А скажите, а вы как относитесь к тому, что сейчас происходит там на Украине? На Украине я очень возмущаюсь. У меня же родственники там есть. И с ними можно было... Сын разговаривал по телефону, а теперь запретили, теперь не разрешают. И мы не знаем, как они там, в каком состоянии живут. То есть надо выходить вот на такие митинги по-вашему? Конечно, конечно. Если бы вы могли встретиться с Путиным, вы бы ему что сказали по поводу политической ситуации? Я бы сказал Владимиру Владимировичу, подавай в отставку. Потому что ничего положительного не будет, пока он... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok